Добрый день, дорогие наши зрители канала Бомбарбия ТВ. Рады вас снова видеть в нашем прямом эфире. Как и обещали в позднем завтраке, что будет продолжение тревел-ланча. И сейчас я представлю наших сегодняшних экспертов. Сегодня вместе с нами Анастасия Гичигин, агентство горячих путевок Ника Тур и Оксана Корольчук, агентство горячих путевок по Ганэй Тревел. Добрый день, дорогие мои эксперты. Добрый день. Сегодня у вас будет как никогда актуальная тема. Это Турция. Мы продолжаем все-таки говорить о ней. Уже много было сказано в эфире, но вопросы от зрителей продолжают поступать. Передаю слово нашим экспертам и желаю отличного тревел-ланча. Спасибо. Спасибо. Ну, я хочу начать наш ланч с того, что действительно туристы звонят, заходят, спрашивают, неужели можно ехать. Мне кажется, уже столько об этом всего сказано. Да, Настя? И мы уже съездили в рекламник, посмотрели и готовы поделиться той информацией, которой лично мы владеем. И рассказать вам, как все происходит, как встречает нас Турция. Я сейчас покажу вам видеоролик, на котором видно... Вот у нас тоже туристы, да, вы говорите, сколько летят, сколько сказано, но туристы все равно пишут, а как там в аэропорту, а как встречают, а можно ли лететь, а есть ли все включено. Есть это все, и мы сегодня вам об этом расскажем, покажем. Даже у меня есть видео из отеля. Специально попросила, пожалуйста, наши туристы не верят. Рассказывай, Оксан, как тут, что-то, что в этом аэропорту. Да, сейчас на этом видео было хорошо видно, как социальная дистанция соблюдается и в аэропорту, и в автобусе. И вот на входе в отель, да, обязательно стоит тепловизор или такой вот, как планшет, такой прибор, который вас сканирует, вашу температуру запоминает. Идет обработка и мебели, да, на ресепшене, и всего, с чем соприкасается, как бы, человек. Для того, чтобы максимально обезопасить и создать максимально комфортные условия для отдыха. Вот в качестве презента в отеле лежат дополнительные маски для того, чтобы, выходя из отеля, вы были максимально защищены. Кроме этого, допустим, в номерах, в таких наборах, да, чайных, кроме чая, там, сахара, там, ну, как положено, чайника, да, посуда идет пластиковая или, допустим, бумажные стаканчики. Это не потому, что нет этой посуды или для того, чтобы обезопасить. То есть максимально сделать условия такими, что все, с чем мы соприкасаемся, вот, все это можно было утилизировать. И, конечно, кроме этого, везде, как бы, есть, меряя температуру, да, вот, заходя, там, в ресторан, или просят иногда маски одевать, если отели очень большие, и есть заполняемость, чтобы тоже была возможность, как бы, обезопасить себя на отдыхе. Оксана, можно я добавлю? Да, Настя. Можно я добавлю про химию? Просто у тебя там было на ролику, какая они химия вырабатывают. Я хочу сказать, что в отелях химия, она полностью безопасна, она, ну, как бы, на натуральном, на натуральных компонентах, и она полностью безопасна для животных, для деток, для гостей, для всего. Да, согласна. Еще в некоторых отелях кладут такие коврики на входе, да, где можно и подошву про, ну, продезинфицировать, промыть, как бы. Вот, то есть, заходя в отель, вы уже практически, ну, не знаю, сказать, чистыми некрасиво, но вы уже практически обеззаражены, и можете отдыхать, не беспокоясь, и, соответственно, из-за людей, которые рядом с вами отдыхают, правильно? Конечно, там, у микробов просто нет шансов там где-то что-то остаться. Абсолютно. Мы тоже были в отелях, я скажу, Бейлис отель, это, там прям лежат несколько ковриков на входе, там наступаешь на него, нам прям показывали, тут вам дезинфицируют багаж, ну, нам не разрешали заносить самим багаж, мы его выгружали, как бы, ну, чемоданы. Вот, у вас тоже такое, да, было? Потому что мы отдельно выгружали чемоданы, и там забирал, ну, консьержек и дезинфицировал их, вот поэтому, поэтому у микробов просто нет шансов, мне кажется. Да, плюс еще солнце, плюс еще море, да, средиземное, они делают свою работу. То есть можно отдыхать и быть абсолютно уверенным, что и трансферы, и по пути, все абсолютно предусмотрено. Заходя в рестораны, ну, это во всех отелях, либо было засервировано, либо вам выдают приборы уже в крафтовой упаковке, обязательно влажные салфетки на спиртовой основе, ну, то есть, ну, максимально. К сожалению, мне кажется, у нас на наших курортах, ну, ну, даже взять затолку такую массовую, популярную, я больше чем уверена, что таких мер предосторожности в большинстве отелей нету. Вот, да, а еще вот расскажи, у вас с какого аэропорта вы летели? Я из Одессы летела. Нет, из Одессы я летела. А, из Киева, Борисполь. Вот, а скажите, в аэропортах у вас пускали провожающих? Потому что у нас пускают в аэропорт только тех, у кого билеты и кто вылетает. Да, и на входе тоже мерили температуру, и, заходя в самолет, тоже мерили температуру. То есть, ну, максимально. Прилетая в Анталию, тоже мерили температуру при выходе из самолета. Дальше вы проходите, несколько раз стоят санитайзеры, сбоку стоит так вот теплокамера, ее практически не видно. Я думаю, что туристы, которые были немножко подуставшие или там сдремнувшие, только проснувшись, да, то есть, они могли даже не заметить этого, но все работает, все работает. И, а вот багаж вам давали ручную кладь или нет? Потому что нас рекомендовали бесплатно сдать, если у вас была ручная кладь, разрешали только, допустим, сумку дамскую, и там, если есть у вас ноутбук, вот так, нам разрешали. Ну, это когда мы из Анталии вылетали, да, вплоть до того, что, допустим, вот кошелек, там, телефон, да, ноутбук, там, или планшет, да, пауэрбанк, например, вплоть до того, чтобы в кулечек складывали, все остальное надо было сдать. Да, да, ну, я не знаю, удобно это или нет, но такое было, да, в аэропорту, все сдавали абсолютно, абсолютно, даже, мне кажется, если был перевес, они на это закрывали глаза. Кстати, у меня был такой момент, что туда и обратно я летела, у меня в сумке была полулитровая бутылочка воды, и ее пропустили, она была даже видна, то есть, да, не обратили внимания абсолютно. То есть, где-то что-то хорошо в новых таких правилах, где-то что-то, ну, как-то так, да. Да, вот, и что мне еще хотелось вот сказать, например, в ресторанах, в отелях, да, тоже все идет порционно, или многие какие-то вещи, вот, например, сладости, да, в некоторых ресторанах они уже были в упаковке, или, допустим, маслины были тоже, фрукты, например, яблоко, оно в таком, как бумажном стаканчике, да, там, арбуз, например, в таких, как тоже пластиковых, ну, как по мне, мне кажется, это очень удобно, потому что действительно чистые руки, и все это уже как-то так организовано, вот. Ну, а в некоторых ресторанах это официант или повар, да, он накладывал вам отдельно. Очень, мне очень понравилось вот такое обслуживание. Ну, раз мы уже говорили... Да, Анастасия. Нет, я думаю, что это очень удобно, у нас тоже было, как бы, вот, шведский стол, что он засел, и вам подают, и, то есть, это очень удобно, тебе там дают, и там, ну, не только ты, а остальные люди, да, там не копаются, извините за выражение. Вам просто наложить дополнительная какая-то безопасность, мне такая. Да, да, это было очень приятно, честно, да, лучше, чем было, когда все сами там как-то... Ну, раз мы уже заговорили за отелях, да, давайте уже перейдем, я расскажу о отеле, о котором я не могу не рассказать. Вот я поехала в рекламный тур, и, ну, очень, очень интересный отель, который мне понравился, о котором я хочу рассказать. Это Клаб Мега Сарай, он находится в Белике, и я сейчас хочу показать фотографии, чтобы как-то сразу вы имели представление, о чем я говорю. Вот, смотрите, вот этот отель, он очень большой, он очень крутой, вот как по мне, ну, реально, он подойдет и для отдыха с детьми, и для любителей прогулок, потому что он большой, есть где погулять. Очень много таких локаций, где можно пофотографироваться. Для любителей спорта, вот обратите внимание, на заднем плане видно, у них 20 теннисных кортов, это прямо на территории отеля. И в двух километрах от отеля у них еще есть теннисная академия, где они тоже имеют 20 полей, и ими тоже можно воспользоваться. Вот такой вот симпатичненький ресепшн. У них в 19-м и в 20-х годах, то есть прямо в этом году, произошли реновации ресторана, произошли реновации бара, лобби-бара. Они перенесли бассейн с одного места в другое, вот, и изменили, как бы, аквапарк, да, вот, перенесли, и достроили несколько корпусов с делюксовскими номерами. Вот посмотрите, какая локация, ну, это же прикольно. Мы когда фотографировались возле этого, этой касатки, она как брызнула вот этот фонтан, где у нее на голове, для нас это была такая неожиданность. Вы видите, пляж, ну, как бы отель пустой, потому что мы вышли действительно в 6 утра по фотографии, тут такая была неожиданность. Ну, вот, посмотрите, детский аквапарк, и рядом же с ним находится мини-клуб, вот, ну, ну, просто, ну, была бы я ребенком, я бы тоже тут, наверное, пропадала целыми днями. Вот это выход, как бы, к пляжу. Вот, очень интересное решение, прямо на персе есть душ. Мне это так понравилось, я, как бы, честно говоря, не часто это встречала. Вот как раз фотография, как при входе в ресторан выдают маски и выдают столовые приборы. И в это же время, вот, видите, за стеклом находится и посуда, то есть не могут люди дотрагиваться, да, и в то же время и продукт. И чем еще интересен этот отель? Что бы я очень хотела отметить, прежде чем передать слово Анастасии, что отель большой, современный, проходят, конечно, анимации. Сейчас, когда мы, у нас есть проблемы, да, с вирусом, активных очень анимаций нету, но, тем не менее, очень интересные у них аниматоры, очень веселые. И это пишут на всех отзывах, сколько я пересмотрела. Действительно, отель крутой. Очень вкусная еда. Ну, вот, действительно. Знаете, есть отель, где просто вкусно. Ты поел и такой, ну, хорошо, я буду беречь фигуру. А здесь ты ешь и говоришь, ну, ладно, я о фигуре подумаю завтра. Ну, настолько вкусно! Ну, хочется взять добавочку. Я, когда подошла к сырам, я просто не могла удержаться. Мне, значит, какой-то был сыр такой, знаете, он уже больше, чем сметана. То есть он уже мажется. Но он по вкусу, ну, такой. И второй был сыр такой вот кремообразный тоже. Он еще не масло. Вот утром, когда ты пьешь кофе и свежий этот краусанчик, и ты намазываешь этим сыром. Слушайте, ну, это просто можно, ну, я не знаю, язык проглотить, насколько это можно. Мне прям уже захотелось. Я очень рекомендую этот отель. Хотя название, да, Клаб Мега Сарай. Ну, наверное, на турецком это как-то по-другому переводится, чем у нас, да? Возле... Что-что? Название. Клаб Мега Сарай. Клаб Мега Сарай. Пляж Песчано-Галечный. Сейчас, конечно, лежаков меньше, но, поверьте, всем места хватает. Пологий вход порядка трех метров. Дальше идет уже углубление. В отеле есть вот прямо возле моря гриль снэк-ресторанчик. Вообще есть шесть а-ля-карт. И если вы приезжаете на неделю, у вас есть возможность дважды прийти бесплатно. Воспользоваться а-ля-картами. Если, соответственно, на две недели, значит, четыре. Вот. Да. Остальные потом как бы за доплату, да? Что еще интересненького? В этом отеле... Я не поленилась. Я померила. Высота матраса 25 сантиметров. Ну, вы точно будете себя чувствовать, как принцесса на гороши. Очень-очень приятная постель. Есть меню подушек, что тоже встречается далеко не в каждом отеле. Ах! Кроме этого, я еще хотела вам еще одно видео показать. Сейчас, если я справлюсь быстренько. Вот оно. Меню подушек. Так, да. Отель большой, и он имеет возможность... Дают на прокат велосипеды. Вот, посмотрите, да? Видно, Настя? Да, видно, видно. Да. Дают на прокат велосипеды. Это стоит 2 евро в сутки. И на велосипеде можно ездить и, ну, как бы по отелю, соответственно, и за территорию. Есть прокат колясок с депозитом в 100 евро. Но, естественно, когда вы уезжаете, депозит возвращает 3 евро в сутки. Что еще, как... Это вот номера Deluxe, которые... Дуплекс. Выход прямо со второго этажа тоже к своим бассейнам есть. Ну, не знаю, будет ли это решающим фактором или нет, но отель достаточно часто стоит в стопе. То есть он реально очень хороший. Когда мы были, отдыхали много турок, и вот мое личное наблюдение, что вокруг ресепшена очень-очень много припаркованных машин. Потому что действительно отель крутой. Недалеко от отеля находится отель The Lounge of Leggings, где находится удивительный и самый большой в Турции парк развлечений по типу Диснейленда. Вот. То есть у вас будет возможность поехать, если вы захотите, в этот парк погулять или пошопиться. Ну, очень здорово. Ну, что, напоследок я тогда скажу порядок цен. Например, если вы поедете с 31 июля на 7 ночей на двоих, вам обойдется это в 47 281 гривну или 1407 евро. Это будут вот в этом корпусах, в этих делюксовские номера, которые вот прямо сейчас были показаны. Вот. Если вы поедете с малышом, будет 53 562 гривны или 1594 евро. Ну, или если вы поедете вдвоем и двое малышей до 12 лет, вам это обойдется 58 228 гривен или 2023 евро. Для такого отеля цены очень приемлемы. И повторюсь, что отель действительно очень часто стоит в стопе. Поэтому, если он вам понравился, мне кажется, я многое рассказала. Ну, возможно, что-то у вас будут возникать вопросы. Пожалуйста, обращайтесь, звоните к нам на наш сайт, выходите, худтур.com.ua или наше агентство Paganel Travel. Мы всегда с удовольствием подберем вам тур. И в этот отель в том числе. Спасибо большое, Оксана. Ты прям любила меня. Это будет еще один мой любимый отель, потому что в моем туре у меня были свои любимые. Ты мне еще открыла один, особенно для отдыха с детками, потому что у нас сейчас в первую очередь нужно отдохнуть наших деток, потому что скоро школа, они еще ходят и ищут приключений. Поэтому надо планировать им отели и отвезти их в Турцию. Тем более, что некоторые отели делают сейчас очень хорошую скидку до конца июля, на начало августа сейчас есть очень хорошая скидка на все отели. Я тоже хочу немножко рассказать, я тоже была в Турции недавно, и хочу немножко рассказать, что все, что сказала Оксана, это правда, красность. Там на высшем уровне вообще, вот нам рассказывал гид, я не знаю, как вам Оксана рассказывала или нет, гид рассказывал, что у них за безопасностью очень строго скидка. То есть два или три раза в неделю приходит специальная служба от Министерства и проверяет, как соблюдаются правила. Для того, чтобы вы не думали, что я не хочу, у нас просто некоторые туристы приходят, я не хочу маску, она надоела. Просто вот отели за это штрафуют. Если вам рекомендуют маску, то просто вот оденьте, это для вашей безопасности, и как бы вы этим, ну, как бы не подставите, очень хорошая. Я сегодня хочу тоже... Одну секунду, Настя, хочу добавить, нам сказали, чтобы открылся отель, чтобы получить вот сертификат здоровья, да, они должны, ну, естественно, он стоит денег, но они еще должны выполнить 132 пункта, которые вот, ну, каждый отель старается выполнить, да. И, конечно, вот, как ты сказала, проверяющие комиссии... Они должны соблюдать эти правила, особенно, что касается рянов, особенно, что касается дезинфекции территории. Я была в одном отеле, сейчас вот расскажу про него, в Imperial, который находится в Ларе. Это тоже очень хороший отель. Он с детской концепцией, очень близко к парку Land of Legend, очень близко к Анталии, очень близко к океанариуму, то есть рядышком, базары рядышком, рынки рядышком. Это хороший отель для отдыха с детьми, с детской концепцией. Я когда была в том отеле, я сама прям видела, как утром раненько в 6 часов ходят, ну, не будем их называть люди в белых калатах, люди в бело-красных комбинезонах, дезинфицируют, у вас на видео точно так же вы показали, дезинфицируют территорию. Почему я дополнила про химию? Потому что химия очень безопасна, Эколаб – это известная фирма, которая изготовляет очень экологически чистую химию. Она не вредит ни собачкам, ни животным, ни пенеям, никому, но, тем не менее, дезинфицирует все. Я сейчас покажу вам немножко видео о том отеле. Это мне сам их отель дал, потому что я ходила, просила, ну, расскажите, ну, надо показать нашим туристам, они мне не верят. Вот мне дали такое видео, это их официально, сейчас вы все сами увидите, как они дезинфицируют, какие меры у них есть в отеле. Сейчас у меня скупочка. Не запускается экран, все отлично. Вот, сейчас. Надо немножко подождать. Это очень хороший отель, «Дельфин Империал», уходит цепочку дельфинов, их там три стоят. Этот отель, я всегда люблю очень уникальный отель, вот сейчас. Я люблю уникальный отель, но к чему его уникальность, что он смотрит, похож на карат. Я буду обеспечить безопасный отдых в гигиенических условиях. Человек, который имеет сертификат безопасного средства, он обеспечивает безопасная среда, который будет всеми, которые обеспечат вам безопасное требование. Прекрасное видео вообще. Спасибо. 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 Вот такой вот отель. Вот, он похож на кораблик, как я уже и говорила, очень красивый, очень все близко, все рядышком, и сейчас хочу показать на него цену. Вы видите, он похож на кораблик, со стороны моря. Там, во-первых, сейчас, минутку, я найду его. Ну, во-первых, что соблюдаются все меры безопасности, а во-вторых, там и очень хороший пляж, для деток пляж, для взрослых пляж, там на пляже. Вот он, если видно. Вот. Видно? Видно? Пока нет. Ага, вот. Видите, да? Сейчас цена на него, если ехать, если вот с конца, с 31 июля по 5 августа, то цена на него от 60 408 ливен, это за двоих. Вот. Это небольшая цена, евро около 1800-1900, это если там со скидкой, сейчас он идет. Отель, я напоминаю, дает очень хорошую скидку. Вот. Очень хороший отель, без безопасности соблюдается, отличный шведский стол, морепродукты подают, пирс, пирс, песочный пляж. В общем, едьте, отдыхайте. Если вы еще не решили, куда ехать, то Дельфин Империя Лара, это то, что вам нужно, тем более английский, он козлен. И Land of Legends мне нравится очень его вид. Я вообще люблю отели, у которых есть что-то, что-то у них. Оксана рассказывала про витрину сыров, в этом отеле тоже есть витрина сыров, но я как-то не хотелось их попробовать, потому что я не очень люблю сыры, но я тебе жалею, потому что Оксана так рассказывала. Вот поедите, попробуйте, напишите в комментариях, расскажите мне, от чего же отказалась в свое время. И еще один отель, я хотела бы о котором рассказать, это отель цепочек IC Hotels. Я хотела еще поставить видео, но видео что-то плохо загружается, поэтому я просто о нем расскажу. В этом отеле очень хорошая детская концепция, он никогда подходит для отдыха с детьми, он даже называется IC Hotels Green Palace Kids. Сейчас расскажу какие же там меры безопасности. Во-первых, у него тоже есть сертификат, вот он такой сертификат получил безопасности, и в этом отеле есть, ну вообще во всех отелях, вот мы не забыли упомянуть о том, что во всех отелях есть отдельное крыло, отдельный этаж выделен под тех, например, гостей, которые либо приехали с коронавирусом, либо есть симптомы коронавируса, их просто изолируют и ложат в это отдельное крыло или в отдельные там номера, вызывают к ним доктора, и доктор делает назначение либо тест делать, либо не потому что бывает так, что гости прилетают, могут где-то там, не знаю, акклиматизация, например, либо там гости тоже что-то съели, никто не подходит, им кухня, пища, вот, и какие-то там повышение температуры, мы тоже, когда ходили, у нас было повышение температуры, ходили по жаре, пришли в один отель, нам померили температуру повышено было там 38, нас посадили, дали нам мосты, и дальше повели показывать отель, ну, то есть никакой нет по этому поводу, это уже доктор, кстати, в каждом отеле есть доктор и медсестра, которые, ну, которые должны следить за этим всем, это тоже одно из требований сертификата безопасности. Вот отель IC Hotels Green Palace, очень хороший отель, здесь в нем прям вот как детские города, он, вы представляете, сколько нужно нам, кто в видео рассказывал нам менеджер, что у них каждый день дезинфицируются детские, вот эта детская площадка, представляете, сколько это нужно просто силы, и как любить свой отель, и как любить туриста, чтобы, ну, вот так за безопасностью смотреть. отличный отель, его особенность в том, что он тоже расположен, он расположен немножко дальше от Дельфин Империал, но тоже недалеко, вот даже видно там ваш Дельфин Империал, тоже недалеко от Анталии, и особенность в том, что вы покупаете пучевку, бабушка говорит, в один отель, а у вас получается два отеля, потому что рядышком находится еще IC-отель Residence, которые, ну, просто как идут виллы, вот, и кухня здесь тоже хорошая, и здесь очень хорошая детская концепция, все безопасно выполняет, вот как я вам рассказывала, и мерит, и его особенность в том, что, получается, если вы берете семейный номер, то у вас будет две комнаты, и вторая комната будет детская, она кормлена как детская, там будут, нам просто их не показывать, потому что, да, нас называли их, потому что по системе безопасности, как нам рассказывал менеджер, если они убирают номер, у них убирают номер, ну, хаускипинг убирает номер, то он получается в защитных таких комбинезонах, это все рассказывал нам менеджер, и когда его поубирали, продезинфицировали, его закрывают на 24 часа, то есть 24 часа номер доступен, поэтому нас как бы не поверили, потому что только-только продезинфицировали, не было свободных номеров, которые могли бы показать. И потом еще, Настя, их опечатывают эти номера, чтобы никто не мог зайти. Вот, запечатывают, чтобы не мог зайти. Цена сейчас на этот цель начинается от на двоих на 7 ночей от 2300 евро. Вот, ну, что это за цена, если вы можете пользоваться территорией с двумя отелями, седлодом, очень красивый, очень красивый инстаграмный такой пляж. Пляж похож на пляж на Мальдивах. Если вы зайдете подбор тура на нашем сайте или же просто зайдете посмотреть, вот, это очень красивый пляж, похож на Мальдивный пляж. если у вас, например, будут, мы не все успели рассказать, не все показать, если будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, спрашивайте, звоните нам, мы вам все расскажем, подберем, спланируем ваш отпуск, это нужно, этот отель, еще другие отели, в общем, спешите, потому что лето заканчивается, а я отдохну. Да, согласна. И отели заполозаполняемости, они всего лишь на 80%, и места на них очень быстро заканчиваются, поэтому спешите, иначе ваш сосед за вас, вот я бы так бы сказала. Да, да, я тоже хочу сказать, что надо, уже нету времени на раздумья, потому что буквально через два дня уже 1 августа, да, самое короткое летовое в этом году, и кроме этого, действительно, количество чартер рейсов меньше в этом году, надо тоже, это реалии, и отели заполняются не полностью, поэтому многие отели скоро будут в стопе, если не уже, вот такие хорошие, о которых рассказала сегодня Анастасия, ну и я, да. Ну что, мы сегодня рассказали, я рассказала о мерах предосторожности, ну и Настя тоже, да, какие, как Турция старается сделать максимально комфортные условия для отдыха, как она соблюдает все вот эти правила, которые сейчас введены, я рассказала о отеле Клаб Мега Сарай, и Настя рассказала, Настенька, скажи. Я рассказывала сегодня об двух отелях Grand Delfin Imperial и об цепочке отелей IC Hotos с детской концепцией. Да, если у вас будут какие-то вопросы или остальные вопросы, пожелания, обязательно пишите нам в комментариях, обязательно наши эксперты подберут тур, задавайте свои вопросы, и собирайте ваши чемоданы и едьте уже потому что времени осталось очень-очень мало, лето заканчивается, там осень, там опять учебный год, поэтому успейте отдохнуть, пока кто-то не отдохнул за вас. Мы с вами будем, наверное, прощаться потихонечку, спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели, если есть вопросы, пишите в комментариях. Да. Хорошего вам. И оставайтесь на позитиве. Все, пока-пока. Спасибо.